Автобусы Метаны снова на грани исчезновения. На этот раз сотрудники предприятия жалуются на действия руководства. По их словам, дирекция делает все, чтобы не допустить их к работе. Сокращают коллективу, урезают зарплату и вынуждают подписывать трудовой договор, где отсутствуют гарантии прав работника. Патьмат Ханапова разбиралась в ситуации. Нас никто не слышит. Путину я писал, Сулеймана Керима я писал, генеральный прокурор я написал, два раза Васильеву написал, трудовую инспекцию написал. Водители автобусов Метана вот уже больше года пытаются добиться справедливости, но пока им это не совсем удается. По словам сотрудников, из-за коррупционных действий экс-руководителя теперь страдает весь коллектив. Предприятие задолжало государству по налогам более 200 миллионов рублей. Около месяца назад работники выступали с обращением, призывая помочь спасти народный транспорт. Тогда представители республиканских властей обещали найти варианты для возобновления работы предприятия и финансового оздоровления. Однако решение так и не было найдено. Нам сказали, что нас примут на тех же условиях на работу. Обманули. Сейчас нам предлагают на рабских условиях здесь работать. То есть заставляют под угрозу заново уволить приказ с испытательным сроком на три месяца до 4 сентября. И срочный трудовой договор до 4 сентября. Это означает, что 4 сентября мы должны все уходить с этого предприятия. Так называемые автобусы метаны были закуплены в 2015 году за бюджетные деньги. Это был единственный в республике транспорт, перевозящий людей от Каспийска до Махачкалы и внутри города всего за 15 рублей. Он говорит так, нравится работать, не нравится, уходите. Нам он дает вместо тех договоров, другой договор подсоединяем, что им подписали. А там написано, испытательный срок 2 месяца до сентября якобы. И зарплату тоже урезали нам в 40%. Но проблемы, возникшие у автопредприятия, из-за неэффективного управления поставили его на грань закрытия. Вместе с тем, государственные структуры, по словам сотрудников, подключиться к решению вопроса не захотели или не смогли. Водители уверены, что автопарк, а вместе с ним и рабочие места удастся сохранить, но только если власти обратят адресное внимание на проблему. Так считает и президент фонда имама Шамиля, который от имени общественных организаций взялся поддержать работников транспорта. Я нахожу решение этой проблемы очень просто. Просто руководство республики в лице Васильева и руководитель города Махачкалы Дадедаев Салман должен лицом повернуться горожанам. Все, там больше ничего нет. Я уже озвучил, 207 миллионов, чтобы сохранить вот такое крупное предприятие, что такое для республики Дагестан. А для этого надо найти деньги, сохранить маршрут, создать все условия, зарплату рабочим сделать нормальным, дотации сюда выделять. Все это в других городах Российской Федерации делается. Отметим, что на сегодняшний день это один из самых дешевых тарифов за проезд. В основном данный маршрут востребован у льготников и других незащищенных категорий населения. По словам водителя, именно поэтому власти должны быть особенно заинтересованы в сохранении автопарка, являющегося, по сути, социально ориентированным. Ватимат Ханапова, Магомед Магомедов, Мурат Бекбарсов. Новости ННТ. Махачкала.